МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главным персонажем среди калядующих всегда был медведь. Им старались одеть самого толстого парня деревни. Позже ряжены заходили в каждую избу, где горел свет. Подростки и дети исполняли частушки, и певцов принято было даривать щедрыми подарками. А если хозяин дом поскупился на угощение, то калядующие желали ему в новом году заполучить на двор чертей, а в огород червей. В рождественские дни по городам и селам водили дрессированных медвежат. Танцевали, играли на гармошках, а затем обходили зрителей шапкой, выпрашивая награду. В праздничные дни популярны были святочные гадания. Они считались самыми правдивыми. В дни святок девушки произносили заговор и гадали на суженого, разложив на полу у печки пшеничные зерна. В дом приносили петуха. Если птица склевывала все зерна, то жених наверняка вскоре объявится. А если перната от угощения откажется, то суженого в новом году ждать бесполезно. Также девушки любили гадать по воску. Растопленный воск наливали в таз с водой, а затем рассматривали получившиеся фигурки. Сердце к любви, виллы к ссоре, медальон к богатству, а бублик безденежью. И по сей день гадания весьма популярны среди девушек. На бумажке пишешь, под подушки ложишь, и все, утром утягиваешь, три желания. Баленок перекидывают через забор, и на картах гадают, и воск выливают. Да их очень много. Зеркало еще применяют. Да, зеркала. Смотрят девчонки, надеясь увидеть своего суженного. Свечки жгут, бумагу скомкивают. Мне пишут желание, скомкивают. И смотрят на свет, свечки на стенку. А вот калядовать, наряжаться с зверей, ходить по домам и просить угощения ушло в прошлое. Сегодня по калядовать заходит в основном друзьям. И, кстати, о прошлом. 24 января 1918 года, после Октябрьской революции, был принят Григорианский календарь. Расхождение с юлианским календарем 13 суток. И с тех самых пор в России в ночь с 13 на 14 января каждая семья встречает Старый Новый Год. С незапамятных времен еще в языческой Руси Новый Год праздновали в день весеннего равноденствия, то есть по современному календарю 22 марта. С принятием на Руси христианство Старый Календарь вытеснялся новым византийским летоисчислением. Долгое время в некоторых местах на Руси Новый Год праздновали в разное время, а в некоторых местах Новый Год по старинке встречали весной. И лишь в конце 15 века была определена дата Нового Года – 1 сентября. Только в 1699 году праздник перенесли на 1 января, но это было по старому стилю, а по-новому эта дата соответствовала 14 января. Разница между юлианским и григорианским календарями увеличивается за каждые 100 лет на один день. Таким образом, 1 марта 2100 года эта разница составит уже 14 дней. Всего вам самого наилучшего! Будьте весь наступивший год вместе с Вести! Субтитры создавал DimaTorzok